Сколько нежных, странных лиц в толпе, В каждой ларке яркие игрушки, С книгой лев на вышатой подушке, С книгой лев на мраморном столбе, Как на древнем вытвеченном толсте. С пенекой неба тускло-голубое, Но не тесно в этой тесноте, И не душно, и сырости, и зноя. Эпиграмма. Могла ли бичи словно дан творить? Или на ужас жар любви восславить? Я научила женщин говорить, Но, Боже, как их замолчать за старт? Лене, ти фа мали! Эп, да! Лене, ти фа мали! Старую Флоренцию свою, Этот, хотя, не оглянулся. Этому я эту песнь пою. Факел, ночь, последнее объятие, За порогом, дикий вопль судьбы, Он из ада ей послал проклятие, И в раю не мог ее забыть. Но босой в рубахе покаянной, Со свечой зажженной, Не прошел по своей Флоренции желанной, Вероломной, низкой, долгожданной. Ветер перемен, ветер революции, Принес испытания, Удары сыпались, Один за одним, словно града, Был расстрелив, Сына посадили в сталинские лагеря, Потом война. Все это стойко переносила Анна Ахматова. Власти советские ее не любили, Потому что она всегда говорила то, что думала. Ее запретили печатать. Но в Европе ее поэзия, Несмотря ни на что, становилась известной. Она приобретала мировую известность. И в конце концов, Мировое сообщество уже не могло Не видеть, не слышать Анну Ахматову. Ее приглашали на многочисленные конгрессы. Но советское правительство Не давало ей разрешения на выезд. Анна Ахматова была невыездной. И только в 1964 году Власти советские под нажимом мировой общественности Дают разрешение на выезд. Ахматова едет в Италию, Где ей присуждена премия Этна Таурмина. Вы едете? О том шумит молва В Италию. Принять дары признания. Уже давно там лавры заждались. Когда венчал Петрарку Вечный Рим, То честь была взаимная Обоим. Официальные торжества Вручения премии Состоялись 12 декабря В столице Сицилии Катания. Когда Ахматова Прибыла к месту церемонии, Она ужаснулась. Ей, потяжелевшей и больной, Предстояло одолеть Многоступенчатую лестницу Древнего замка Попала все уж сила. Торжественность И величавость момента Были таковы, Что если бы я Чуть закрывалась, Меня бы немедленно Усадили в кресло И понесли наверх. Такого позора Я допустить не могла. И я двинулась Храбро вперед. Так я поднялась На вершину славы, Задыхаясь и кряхтя. Многочисленная публика Присутствующая на церемонии Хотела слышать Ану Ахматову. Она встала И начала читать. Муза. Муза. Лели. Покажи, работа себе, мама. Учишь, что ее прихода Жить кажется лететь на лотке. Что почести, что юность, Что свобода, Перед мирой гостьей С дудочкой в руке. И вот вошла, Откинув, пошивала, Внимательно взглянула на меня. Ей говорю, Ты дам ту диктовала Страницы ада, Отвечаясь я. На обратном пути Из палации Урсину в отель По странному стечению обстоятельств В многочисленных церквах Каталья закончилась Вечерняя служба. И по городу Разливался роскошный Колокольный звон. Казалось, что Каталья Приветствует Анну Андреевну. Земля, хотя и неродная, Но памятная навсегда. И в море нежно-леденая И несоленая вода, На дне песок белее мела, А воздух пьяный, Как вино. И с осен розовое тело В закатный час обнажено. А сам закат Волна кефира Такой, что мне не разобрать Конец ли дня, Конец ли мира, Иль тайна-тайна Во мне опять. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Диана-тайна Диана-тайна Субтитры сделал DimaTorzok